Всем привет! Сегодня у меня день крузака. Ну, правда, между ними там Opel затесался, Opel Astra. Я ему пару сидушечек сделал. Вот, ну и один крузачок сделал. Отремонтировал водительское сидение в этом беленьком крузачке. И там еще кое-что по салону. В общем, один рабочий день. Так, черненький крузачок. Ой, ребят, по 6,5 лямов крузачки. Я не знаю, как люди покупают такие машины, как они на них ездят. Блин, я бы всю ночь не спал. Так, смотрите, что здесь. Здесь мне нужно отремонтировать сидение. Отремонтировать нужно одно. Нужно сидение второе отремонтировать. Но в ролике я буду показывать... Ну, сидения я уже ремонтировал. Они все одинаково ремонтируются. Крузаки у меня, по-моему, там... Я не знаю, сколько крузаков у меня уже есть. Вот, здесь я буду стойки ремонтировать. Вот здесь такой потолочный ткань. Он называется... Ну, наверное, он называется велюр. Он ворсовый. Он не обычный, как потолочная ткань на более дешевых машинах. На крузаках он, так сказать, ворсовый. Сейчас я его буду разбирать. Беда этих стоек. Вот одну я снял уже. Беда этих стоек, что курильщики, люди, которые склонны к таким вредным привычкам, типа курильщиков, они очень часто попадают не в окошко, а в стоечки. То есть пассажирская там вообще, да, безумие прокуренное в дырочках. А, значит, водитель поменьше все-таки курил. Вот, бросайте эти вредные привычки, ребят, жизнь одна. Так, как все это дело разбирается? Значит, нужна десятая головочка. Десятая головочка. И нужна вот самая маленькая тоненькая отверточка. Тут больше ничем не подлезть. Вот, значит, сейчас я сяду в машину. Посижу хотя бы в шести с половиной лямах. Ой, хоть немножечко, да, почувствую задним местом шесть с половиной миллионов. Так, смотрите, здесь все очень просто. Ручка. Кстати, ручки на крузаках, я обратил внимание, очень жирные. То есть, что-то у них с пластиком. Потому что и водительская, и пассажирская ручка, они просто все липкие. И липкие, как сказать, это пластик, это не руки. Так, снимаем крышки. Сюда очень подвижная крышечка. Аккуратненько подсовываем отверточку, чтобы не оставить следа. А след не останется, потому что здесь все очень мягкое. Аккуратно снимаем, кладем вниз. Вторую тоже аккуратненько снимаем, без следов. Очень мягкое следов никаких не остается от отверточки. Видите, я как аккуратненько делаю, даже звука нет. Так, и теперь... Где у меня отвертка? Блин, подо мной. Или нет? Нет, такие вещи подо мной нельзя оставлять. Вот, на мне. Так, и десятой головкой откручиваем, откручиваем два болта. Так, раз болт. Так, и раз болт. Второй болт. Уже ранее имоверная сегодня. Стойка снимается очень легко. Вот ткань найти сложнее. Так, смотрите, дальше просто снимаем ручку, она просто сдергивается. Кладем ее в такое место, чтобы не повредить. И здесь не надо снимать резинку. Здесь просто поддеваем и скидываем. Вот от руки, смотрите, снимается все очень легко, потому что под ней аэрбэк. И это все вот таким образом должно отщелкиваться. И тянем аккуратно на себя. Аккуратненько вытягиваем вот из посадочного нижнего места. Я это сделаю сейчас одной рукой. Сейчас. Вот так, вот так. Давай, давай, давай. Вот, вытягивай, вытягивай, вытягивай. Все, видите, аккуратненько. Вот, и отсоединяем динамик вот этим. Вот он разъем. Динамик отсоединяем. Так, все, я снял, несу в мастерскую. Вот, ребят, две бэушных машины 12 миллионов. Две бэушных машины 12 миллионов стоит, ребят. Это сколько квартир можно купить? Ой, солнышко много, очень много солнышка, ребят. Но снять больше не могу нигде. Смотрите, точнее могу в помещении, но пока у меня стоечки. Значит, крузак-то, в общем-то, не очень старенький. Тут ему сколько, может, год? Год, два. Смотрите, здесь я буду ремонтировать на пассажирском бок. Здесь только одну полоску буду менять, потому что она вот не нравится моему заказчику. Полностью его набью. А второе, там ремонтировать надо больше. С сиденьями тут, конечно, далеко все неоднозначно. Тут, смотрите, ну, во-первых, краска зеленая. Хозяин предыдущий испортил все сиденье, блин, все в зеленой краске, блин. Так, смотрите, здесь я буду эту деталь менять, эту деталь менять, эту деталь. И вот здесь вот прожог от сигареты, вот, его тоже придется менять. Вот, ну, в этом ролике, еще раз говорю, стойки будут, потому что у меня просто нет времени снимать ролики, потому что очень много работы, я не успеваю просто эти машины раскидывать. Вот, в общем, в этом ролике стойки. Так, показываю, как выглядит материал. Показываю прокуры. Вот они, эти граждане, которые портят стойки, курильщики. Так, значит, подобрать один в один, я вам сразу скажу, ребят, материал на российском рынке невозможно. Он все равно будет отличаться, потому что это, ребят, Япония, а вот это, ребят, Китай. 99% материалов на нашем рынке, касающихся автомобилей, не считая натуральной кожи, не считая натуральной кожи. Это Китай. Так, смотрите. Подбирается максимально близкий цвет, потому что один в один, 100% не будет. Можете объехать всю Москву, не найдете. Значит, далее. Смотрите. Сам материал у них посажен на полиуретановый клей. Я подумаю, как мне это дело сделать. Либо я посажу на полиуретан, либо я посажу на условно-резиновый каучуковый клей. Вот, я сейчас подумаю, посмотрю. Детали, я думаю, надо ободрать, потому что сам материал где-то 2 мм, и если я начну клеить, у меня трешечка. Это получится пятерочка. Все бы ничего, если бы не было бы ручек. Просто когда я буду сажать ручки на место прилегания, видите, какое ручки? Очень плотная, на болт. Соответственно, возможно стягивание поролона вокруг ручек. То есть, поролон подсядет, ткань, возможно, даст вот в этом месте некрасивый рисунок. Плюс, значит, видите, динамик посажен методом распайки. Сейчас я это все срежу, и мне придется тоже распаивать. И тоже здесь излишняя толщина может сыграть мне не на руку. Так, поэтому обдираем, срезаем динамик обычным канцелярским ножом. Единственное, что я всегда делаю, это сейчас я... А, они тоже делают, смотрите. На заводе японцы тоже помечают, куда идет провод. Вот здесь вот, если приглядеться, есть, так сказать, на пластике след. Вот, но я даже помечу, какой левый, какой правый, чтобы, видите, у него, так сказать, у динамика, она форма особенная. То есть, чтобы я потом не гадал лево-право, метку здесь ставлю, метку здесь ставлю. Допустим, две метки здесь, две здесь, и все понятно. То есть, зачем голову загружать ненужной информацией. В общем, поехали. Допустим. Допустим. Допустим, вот я много... Субтитры сделал DimaTorzok После того, как я отодрал ткань, или ободрал ткань, необходимо, надо всё зачистить от поролоновой крошки, потому что, не дай бог, она попадёт под материал, ну, нехорошо, если где-то будет видно. То есть, и с обратной стороны, и с лицевой стороны. Каким образом наносят клей завод? Видите, да, зелёный подкрашенный клей, зелёно-синий, такой цвет морской волны. Они подкрашенный клей специально подкрашивают. Мы раньше их подкрашивали обычной чернильной ручкой лет, наверное, 10, а может, больше назад. Значит, ну и сейчас можно, в принципе, чернила выдавливать, размешивать. Так видно, по крайней мере, куда ты наносишь клей. Пластиковые, вот эти вот, как вам сказать, пластиковые сами основы, они, видите, да, со штампом SRS Airbag, а потому что предусматривались без обтяжки тканью. То есть, на эти машины ставятся также пластиковые голые панели. Я их обтяну, соответственно, у меня такого штампа нет. Если заказчик захочет, поедет поставить штамп в любой ателье, где есть, потому что я уже давно не занимаюсь аэрбэгами. Аэрбэгами я занимался тоже около 10 лет назад, когда был дефицит, мы делали аэрбэги. Приходилось ставить штампы, но было такое время, когда аэрбэгов просто негде было взять, и мы восстанавливали старые. Значит, здесь я сейчас буду пользоваться, не буду пользоваться полиуретановым клеем, но, наверное, правильнее полиуретаном. Я просто боюсь сжечь велюр. Я не знаю, какой на заводе полиуретан используется, но мне удобнее пользоваться своим обычным привычным клеем. Просто надо с умом это делать. Ум заключается в том, чтобы его наносить ровно столько, чтобы была адгезия между обшивкой, ну, точнее, пластиковой основой и тканью, ни больше, ни меньше. Вот этот момент надо обязательно поймать, потому что нанесёте больше, вот так пальцем дотронетесь, и всё, что лишнее клея у вас просочится в ткань, он просто склеит, то есть останется отпечаток пальцев. Я это делать не хочу, буду наносить очень аккуратно. Перед тем, как клеить, вот смотрите, завод, он не подготавливает поверхность под обклейку полиуретановым клеем. Но по-хорошему надо пройтись какой-нибудь шкурочкой. Я сейчас это сделаю и буду клеить. Немаловажный момент, как кроить ткань, которая будет клеиться на стойке. Стойки надо, чтобы были одного оттенка. То есть, если посмотреть от лобового, чтобы они были в одном оттенке, и левый, и правый. Поэтому материал всегда имеет два направления цвета. Вот в этом направлении и вот в этом направлении по ширине рулона он имеет одинаковый оттенок. А вот от того направления и от этого направления разный. Так, чтобы оттенки совпадали на стойках, чтобы стойки не были одна темная, одна светлая, их всегда надо класть в одном направлении. То есть, вот видите, да? Эта часть подходит к лобовому. Вот смотрите, где это вниз уходит в торпеду, это подходит к лобовому. Это подходит к лобовому, это уходит вниз в торпеду. То есть, у меня вот в этом направлении, если смотреть, стойки будут одного оттенка. А с этих направлений материал оттенок не меняет. Если я положу сейчас вот эту деталь наоборот, то есть вот так положу, и типа я, ну как вот, не обращу на это внимания, то одна из них будет обязательно темнее, одна светлее. Таковы свойства ворсовых тканей, поэтому кладем ее правильно. Продолжение следует... При нанесении клея на поверхности деталей, склеиваемых, когда у вас используется особенно очень светлая ткань, надо большое внимание обращать на подложку, на которую я наношу клей. Значит, вот смотрите, газета, она печатается с помощью свинца. Если наносить клей и не двигать эту деталь, то можно на газете все это сделать, но не придавливая, то есть не применяя никакие физические, так сказать, усилия к самому материалу. Но ни в коем случае нельзя на газете клеить вот эту ткань к пластику. Я объясню, как только вы начнете клеить на газете, все выступающие части, вот эта часть, вот эта, вот эта часть, все будет черное от свинца, он не удаляется, свинец. То есть наносить клей аккуратно можно на газете, использовать газету для приклейки, ни в коем случае нельзя, не ототрете свинец. Сейчас я наношу сюда клей, я все-таки еще раз убедился, что я буду наносить клей не полиуретановый, а обычный, значит, на основе каучука. Значит, сюда я нанесу, ну, наверное, два, а может быть три очень тонких слоя, быстро наношу, чтобы этот очень тонкий слой сделался единым, то есть без пропитки. Сначала я вот этот клей побрызгаю отдельно на кусок газеты, возьму кусок газеты, на него побрызгаю. Для чего это я делаю? Для того, чтобы вот это сопло очистилось от клея. Если сейчас я буду без, так сказать, предварительной подготовки сопла сразу на ткань наносить, то у меня обязательно будет где-то пятно, пятно из клея. Он пшикнет и все, и это уже никак не удалить. Сначала наношу на эти детали две, потом, когда газета уже немножечко испачкается, ну, ее можно крутить туда-сюда, потому что клей высыхает, потом я наношу на обратную сторону, вот где сейчас зеленые на пшивке, значит, наношу клей, туда я наношу с близкого расстояния, чтобы пожирнее, и, соответственно, с лицевой части. На лицевую часть я нанесу тоже примерно два-три слоя, и дам деталям очень хорошо подсохнуть, для того, чтобы эти слои немножечко подсохли. Потом я уже буду производить обклейку. Я не хочу использовать полиуретановый клей. Он у меня есть, ребят, конечно. Вот он, полиуретановый клей. Я не хочу его использовать. По какой причине? Ткань велюровая, высокий велюр. Я боюсь в момент активации клея просто обжечь велюр. Не хочу я, не хочу. Вот, поэтому с этим клеем у меня проблем точно не будет, с полиуретановым под вопросом. Мне нужно это быстро работу сделать, у меня еще другая работа там ждет, поэтому здесь просто я ради вас снимаю видео, рассуждаю. Я давно бы уже сделал, занимался бы другими делами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok